Глава вторая. Ваши личные планы и божественный план. Будущее многомерного человека. Дорогие, Крайен приветствует вас. О, сколько прекрасных душ слушают сейчас это послание. Вам не странно, что я говорю сейчас? Ведь с вашей точки зрения, вы слушаете это послание не одновременно. Для кого-то из вас, слушающий или в прошлом, или в будущем. Но это только с точки зрения линейного времени, в котором вы живете. Тогда как в многомерности вы здесь и сейчас, все вместе. Слушая это послание, вы оказываетесь в пространстве духа и вне времени, вы находитесь в вечном сейчас, потому что для духа всегда вечное сейчас. То, что вы называете вашим прошлым, настоящим и будущим, это все вечное сейчас. И здесь, в многомерности в пространстве духа, уже ясно, что может произойти в вашем будущем. Вернее, это будущее уже произошло. Но оно произошло не в каком-то одном варианте. Оно произошло в множественности вариантов. Как бы вам это объяснить? О, как трудно объяснять законы многомерности линейным языком. Информацию, которую я даю многомерным способом, волей-неволей приходится переводить на линейный язык, потому что на планете Земля нет другого языка. Но вашему духу известен многомерный язык, и вашему сердцу он известен тоже. Поэтому, пожалуйста, слушайте не только ушами, но и сердцем. Вам дано право свободного выбора, которое вы реализуете каждый миг своего существования. Поэтому ваше будущее не предопределено. Но у него есть множество вариантов. В многомерном мире они все уже реализованы. В разных измерениях реальности существуют разные варианты вашего будущего. Какие-то из них более благоприятны для вас, какие-то менее, а какие-то из них наилучшие. Вы не видите все эти вероятности, но дух видит их из своего вечного сейчас. Краин. Но я же всего один. Как может быть так, что я одновременно проживаю разные варианты будущего в разных измерениях? Получается, что я не один, что меня много? Да, дорогой. Ты прав. Тебя много. Краин смеется. Но только не думай, что это шутка. Ты многомерен, вот что это значит, а не то, что в тебе живет множество разных личностей. Ты един, не разделен на части, и при этом ты многомерен. Разные измерения твоей души могут по-разному реализовываться. И знаешь, что я тебе скажу? От того, какой выбор ты сделаешь здесь и сейчас в своей жизни и своем измерении, зависит и судьба других измерений твоего «я». Ты можешь улучшить не только один вариант своего будущего в этом времени и этой точке вселенной, но и все варианты будущего во всех измерениях, где твоя многомерная сущность проявляет себя. Да, это трудно для понимания, но постарайся понять, что ты это не только тот человек, которого ты знаешь. Ты прекрасный многомерный дух, живущий вне времени и вмещающий в себя множество ипостасей и множество возможностей выбора. Ты можешь делать разные варианты выбора, одновременно в разных измерениях, потому что ты можешь одновременно находиться в множестве разных мест. Какая-то часть тебя никогда не покидает Божественный Дом. Вот почему мы с тобой так хорошо знакомы. Мы ведь всегда рядом. Другие части тебя, части условно, потому что ты не делим на части, пребывают в других измерениях и проживают там разные жизни. И ты можешь чувствовать эти другие параллельные, скажем так, жизни. Ты можешь удивиться, но у тебя есть глубинное внутреннее знание о том, что тебя ждет. Иногда ведь у тебя появляется чувство, что ты точно знаешь, чего ожидать, верно? Потому что это уже произошло в многомерности. Это уже случилось в твоем реализовавшемся будущем. Божественным планом предусмотрено раскрытие лучшего, что есть в вас. Ты понимаешь, почему не нужно бояться будущего? Потому что оно уже произошло, и тебе известно все, что там произошло. Для твоего духа там нет ничего неожиданного, и твой дух точно знает, что тебе по силам справиться с тем, что тебя ждет. Почему? Да потому что ты уже с этим справился. Во Вселенной уже есть такое место, где все произошло, и ты совсем справился. И знаешь, что самое интересное? Ты можешь выбрать наилучшие возможности из всех вариантов будущего, и тем самым реализовать свой собственный, уникальный, лучший из лучших вариантов, внеся таким образом важный вклад в картину целого. Что значит наилучшие возможности? Это те возможности, которые помогают тебе развиваться, а не стоять на месте и не откатываться назад. Это те возможности, которые помогают тебе раскрыть все твои способности и таланты, и реализоваться в полной мере. Это все то, что наилучшим образом способствует решению твоих жизненных задач. Это то, что позволяет достигать цели, идущих тебе во благо, причем кратчайшим путем и с наименьшими затратами сил и энергии. Это все то, те решения, поступки, обстоятельства, которые позволяют тебе стать более могущественным, более просветленным, мудрым, спокойным и полным любви. Все то, что приближает тебя к Источнику, все то, что возвращает тебя к самому себе, величественному, прекрасному, светлому, преисполненному любви Божественному Духу. Все то, что возвращает тебя к великому Божественному плану, который ты призвана существить, живя на земле. И, конечно же, все то, что делает тебя счастливее. Все это предусмотрено Божественным планом, раскрытие лучшего в тебе, исследование наилучшим возможностям. Мудрость Божественного плана заложена в тебе. У тебя внутри есть навигатор. Ты не помнишь Божественного плана? Конечно, ты его не помнишь, ведь так и было задумано. Ведь неинтересно решать задачи, когда все ответы известны. Неинтересно быть первопроходцем, если все пути уже начерчены на карте. Ты сам так решил? Забыть. Забыть, чтобы вспомнить по ходу маршрута. Таково условие игры. Ты забыл, но что-то внутри тебя помнит. Твои клетки помнят, потому что в каждой клетке Божественная ДНК, в которой записан план. Твое сердце помнит, потому что у сердца есть доступ к очень глубоким слоям информации. Сердце постоянно дает тебе это знание, но ты чаще всего не улавливаешь его. Почему? Потому что оно лежит в необычной логике, и оно передается необычным путем. Не тем путем, каким ты обычно получаешь информацию. Прислушайся к себе. Внутри тебя есть то, о чем не пишут в газетах и не говорят по телевизору. Но это самое важное знание на свете. Это знание предназначенного тебе Божественного Плана – это уникальная информация. Ни у кого на свете нет к ней доступа, кроме тебя. У других людей есть доступ к их собственным Божественным Планам, а к твоему только у тебя. Ты понимаешь, что никто не сообщит тебе самой важной в жизни информации, кроме тебя самого. Никто не даст тебе самых мудрых и необходимых советов, кроме тебя самого. Потому что никому не дано такого точного и всестороннего знания твоего пути, кроме тебя самого. И это неудивительно. Ведь Божественный План разрабатывал для тебя ты сам. Да-да. Точнее, это делал твой дух еще до твоего рождения. Твой дух в сотворчестве с Источником выбрал для тебя лучшие возможности, проложил оптимальный маршрут и по ходу этого маршрута расставил подсказки-указатели. А еще он сделал так, чтобы у тебя в пути было все необходимое. Если у тебя нет необходимого, это первый признак, что ты сбился с пути, отступил от Божественного Плана. Но у тебя всегда есть шанс вернуться к нему, и для этого не надо искать трудных дорог. Вернуться на свой путь проще, чем идти по чужому. Божественный План реализуется только в энергиях любви. Дорогие, самое интересное, что не существует единственно правильного способа следования Божественному Плану. Вы можете следовать ему множеством разных путей. Вам даны варианты выбора, вы можете ставить себе цели такие, какие хотите. Главное, чтобы они согласовывались с Божественным Планом. Все, что согласуется с Божественным Планом, получает Зеленую Улицу. Но никто не скажет вам, делайте только так и никак иначе. Напротив, Дух говорит вам, ты можешь сделать и так, и так, или вот так, выбирай. А еще чаще Дух говорит вам, решай сам, как поступить, ты же наделен свободной волей. Вот загадка, да? Решай сам, но не отступай от Божественного Плана. Как же это понимать? На самом деле, никакой загадки нет. Если вы Божественны по сути, то внутри у вас Бог. Бог – это тот, кто творит реальность. Вы можете творить свою жизнь от имени Бога. В таком случае, как бы вы ни поступили, какой бы выбор ни сделали, это будет соответствовать Божественному Плану. Другое дело, когда вы творите свою жизнь не от имени Бога, который внутри вас. Вы живете в дуальном мире. Это значит, кроме Света в нем есть тьма, кроме Любви в нем есть страх. Да, настоящая реальность – это реальность Любви. Все остальное нереально. Но пока вы живете на Земле, нереальное кажется реальным. Более того, вы делаете нереальное реальным своим выбором. Если вы выбираете страх, он становится реальным, так как вы своим выбором создаете энергию страха. И если вы действуете не в энергии Бога, которая есть Любовь, а в энергии страха, то ваши личные планы могут очень сильно отступать от Божественного Плана. Потому что главное условие Божественного Плана таково. Он реализуется в энергиях Любви, в энергиях страха. Реализовать его невозможно. Какими способами можно реализовать Божественный План? Есть два способа постижения Божественного Плана. Методом проб и ошибок и слушая голос сердца. Никто не запрещает вам действовать методом проб и ошибок, если это кажется вам надежнее и привычнее. Ошибки бывают необходимы, если другим путем не прийти к истине. Ошибки дают опыт, реальный опыт действий и их последствий в материальной среде. Опыт – это нечто конкретное, надежное, обстоятельное, не то что смутный голос интуиции, верно? Да, для вас, живущих в материальном мире, это так. Вы скорее поверите человеку, который скажет «я знаю это по своему опыту», чем тому, кто сообщит вам «так мне подсказывает интуиция». Интуиция кажется чем-то ненадежным в вашем видимом и осязаемом материальном мире. Вы никогда не уверены, была ли это в самом деле интуиция, или вам просто что-то показалось? В итоге вы предпочитаете идти окольными путями, тратить время на получение опыта и даже на ошибки, вместо того, чтобы пойти к цели прямой кратчайшей дорогой, на которую вас подталкивает ваше сердце. Оглянитесь назад, и вы увидите, сколько раз вы ходили кругами и попадали совсем не туда, куда вам нужно, в то время как желаемое было совсем рядом, за первой же открывшейся дверью. Так было не один раз, чего бы это ни касалось, каждодневных забот или больших судьбоносных решений. Вы зашли в магазин и сразу же увидели нужную вещь, но голос логики и рассудка сказал «Нет-нет, не спеши, может ты найдешь что-то получше». Хотя интуиция сразу подсказывала, что лучше ничего не будет. Но вы потратили день, чтобы обойти все окрестные магазины, вы устали и проголодались, и в итоге вернулись в тот первый магазин и купили ту первую увиденную вещь. Вы сложным и долгим путем пришли к результату, который могли бы получить быстрым и легким путем. Вы закончили несколько учебных заведений, в которых мало чему научились, вы с десяток лет проработали на нелюбимой и неинтересной работе, а потом неожиданно нашли себя в совершенно другом деле, к которому всегда вас тянуло, и вспомнили, как отказались от подобной работы на заре своей карьеры, потому что это казалось слишком уж просто, слишком доступно и понятно. В итоге вы получили ненужные трудности и потеряли время. Божественный план в этом случае все равно выполнен, но он мог быть выполнен без лишних трудностей, без потерь времени и сил, с удовольствием, и в итоге у вас было бы больше времени, чтобы следовать своим путем, совершенствоваться, достигать наивысших результатов. Как достигать наивысших результатов во всем, что вы делаете? Когда вы следуете божественному плану, вы неизменно достигаете наивысших результатов во всем, за что беретесь. Вы все делаете наилучшим для себя образом, абсолютно все. От решения ежедневных бытовых задач, до самых серьезных жизненных проектов. Так происходит, потому что все нужное само идет вам в руки. А главное, потому что внутри вас есть знание, как именно это делать наилучшим образом. Это знание существует помимо опыта. Заметьте, есть то, чему вы никогда не учились, но вы умеете это делать и делаете хорошо. Или вам всего лишь один раз показали, как это делается, и вы ухватили на лету и начали справляться на отлично. Почему? Потому что это лежит в русле божественного плана. Заметьте, что вы делаете наилучшим образом, что идет у вас как по маслу. Каким своим способностям и возможностям вы удивляетесь, так как сами раньше не знали, что можете это. Все это предусмотрено божественным планом. Если речь идет о карьере, призвании, деле жизни, если вы хотите все это получить, выбирайте то, в чем вы можете достичь наивысших результатов, то есть то, что вы можете делать лучше всего. Вам не случайно дана способность делать что-то лучше, чем другие. Это предусмотрено божественным планом, ваш взлет до высших точек в этом деле. Но поскольку это дается вам легко, то вам может это показаться слишком простым, слишком малозначащим и даже не заслуживающим внимания. О, многие из вас считают, что высот можно достичь лишь на сложных путях. Многих из вас так учили, что надо преодолевать трудности, надо делать то, что не получается, потому что нет никакой доблести в том, чтобы делать что-то дающееся легко. Но представьте себе человека, у которого врожденные музыкальные способности. Вот он вырос, и пришло время выбирать профессию, и тогда он сказал себе, «У меня ведь абсолютный слух, и музыка для меня это слишком легко. Лучше я стану художником, ведь я совсем не умею рисовать, и у меня нет к этому никаких талантов. Значит, именно здесь я получу хорошую почву для саморазвития». И вот такая абсурдная логика движет многими из вас, дорогие. Вы не видите открытых дверей, вы не видите прекрасной и светлой дороги, которая прямо перед вами. Ведь вам кажется, что это слишком просто, слишком доступно и не так интересно, как какие-то далекие и неизведанные трудности. Все это происходит от того, что вы все еще не научились по-настоящему ценить себя и доверять Богу в себе. Вы не верите, что достойны прекрасного радостного пути. Вам кажется, что вы достойны только трудностей и препятствий. Трудности неизбежны, но важно, чтобы они были оправданы. Вам может показаться, что Крайн призывает вас избегать трудностей и выбирать только легкие пути. Это не так. Трудности неизбежны, пока вы живете в материальном мире и проходите необходимые вам уроки. Даже когда вы следуете Божественному плану и выбираете то, в чем способны преуспеть, вам приходится решать задачи на преодоление, и это тоже предусмотрено Божественным планом. Но вопрос в том, насколько оправданы трудности. Есть разница. Постоянно преодолевать трудности и прийти в тупик, или пройдя через испытания, которые вам по силам, достичь вершины, о которой всегда мечтали. Когда вы следуете Божественному плану, не дается трудностей не по силам. И еще вы заметите, что трудности даются только тогда, когда вы к ним готовы. И если вы справляетесь с ними, то они идут вам на пользу. И всегда есть передышка, долгие благоприятные периоды между трудностями, как будто кто-то заранее все продумал и составил расписание. Так и есть. Этим расписанием предусмотрено, чтобы все происходило уместным образом и в уместное время. Понимаете? Это важный признак того, что вы следуете Божественному плану. Внутреннее чувство, что все не случайно, что все распланировано и предусмотрено, и что вас как будто ведет чья-то невидимая рука. И если вы настроены в унисон с внутренним источником любви, с вашим Божественным Я, то без труда следуете этим подсказкам и подталкиваниям. Вы просто делаете то, что нужно и как нужно, даже не задумываясь, почему вы это делаете. Это не значит, что вы живете бездумно. Совсем наоборот. В этой ситуации вы пребываете в высшей степени осознанности. Вами руководит глубокая внутренняя мудрость, которые уже не способны помешать никакие внешние помехи в виде тревог, страхов, беспокойства и хоровода навязчивых мыслей. Пока вы живете в материальном мире, вы не сможете совсем избавиться от страхов и тревог. Такова природа дуальности. Но вы можете отодвинуть страхи и тревоги на задний план и не позволять им влиять на себя. Вы можете понять, что любовь внутри вас, мудрость внутри вас сильнее страхов и тревог. И тогда именно любовь и мудрость, а не страхи и тревоги будут определять вашу жизнь. Да будет так. С любовью, Крайен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok